Всем привет! Я, кстати, давно не делал никаких десертов и решил, что нужно вас чем-то порадовать к чаю. И, конечно же, это будет бисквит. Бисквит очень популярен во всех своих проявлениях, только, конечно же, я все это сделаю с каким-то своим авторским видением. Но я вам расскажу о том, как сделать недорогой бисквит и какие вариации на тему могут быть. Итак, в базовом варианте мне понадобится 200 граммов муки, 140 граммов сахара, 4 яйца, сливочного масла 180 граммов, ванилин по вкусу, я его использовать сегодня не буду, разрыхлитель 1 чайная ложка, соль тоже по вкусу. Помимо всего прочего, у меня еще есть консервированные персики, я их откинул на сито и стек сок, ну, вернее, сироп. По сути, это сахарный сироп со вкусом персика, потому что персики там пролежали, и он пропитался яркий. Поэтому сегодня у нас сам финальный десерт будет, конечно же, персиковый. Сухие ингредиенты я уже сложил вот в эту миску. Здесь у меня мука пшеничная, сахар. Вот этот сахар тростниковый, неочищенный, я его добавил только потому, что белого сахара мне не хватило. Ну, вы можете заменить тем или другим, неважно. Просто, знаете, бывает такое, что сахар не успел купить, а все, что было, дома закончилось. Поэтому я всыпал сюда 90 граммов обычного сахара и 90 тростникового. Ну, это не играет никакой важной роли. Пшеничная мука. Пшеничную муку можно немножко заменять и разбавлять. Ну, например, 50% от объема должно сохраняться обязательно. Здесь 1 четвертую часть от всего объема муки из 200 граммов, 50, я заменил миндальной, для того, чтобы бисквит был более рыхлый. Вы можете не менять. Или вы можете заменить, например, фундучной мукой, или миндальной, или мукой из грецкого ореха. Только единственное, в домашних условиях сложно ее будет произвести, потому что, как правило, ореховая мука делается после того, как из нее отжали жир. О, в смысле масло. Ну, жир, потому что жир у свиньи. У меня немножко жира тут есть где-то. А это масло, ореховое масло. Отжали из жмыха уже делают, потому что масло не дает образовываться в муке. Оно склеивает его при пробивании в блендере, например. Можно, конечно, теоретически 3 раза прокрутить через мясорубку, потом добавить сахар, немножко это все распылить, разрыхлить можно. Но, в общем, лучше купить это где-то в кондитерских магазинах. На разрыхлителя, понятно, я сюда добавляю чайную ложку на этот объем. Я, честно признаться, чаще всего добавляю немного больше. Потому что все-таки хочется, чтобы бисквит всегда был более рыхлый, чем он есть на самом деле. Поэтому в любой рецептуре, вот я чайную ложку добавил и, знаете, еще добавлю еще пол-ложки. Вот этот весь пакетик на полкило муки. Я тут даже половину не отсыпал. А здесь у меня уже, считайте, 200 граммов муки и сахара еще. 180. Теперь, что касательно жидких ингредиентов. Вот, смотрите, я специально яйца не стал разбивать заранее. Я хочу их отвесить. Смотрите, мне понадобится сюда 4 яйца, как я уже сказал. Яйца бывают разные. Первый, второй, третий категории, высший сорт. Лучше брать или первой категории, или высший сорт. Они там более-менее по весу одинаковые. Там первая, вторая, третья категории, они маленькие, там вес совсем небольшой. Вот, смотрите, примерно 54-55 граммов одно яйцо. Я разбиваю сюда 4 яйца. И вижу, что у меня получилось 223 грамма. Я ее взбиваю венчиком для того, чтобы вся яичная масса была однородной. А вот тут начинается самое интересное. Для чего мне персики? Как я уже сказал, у нас будет персиковый бисквит. Вернее, персиковый десерт. Ну и бисквит тоже будет персиковый. Я беру чашечку и сюда высыпаю персики. Я не знаю, чтобы блендером было удобно пробить. Ну, может быть, вот 350 граммов. Ну, вот, 350 граммов. Эту половинку нужно съесть. Я эти персики отложу. И вот эти персики я тоже отложу. Мы его будем использовать в десерт. Просто нарежем и добавим. Эти персики беру. Втыкаю блендер погружной в розетку для того, чтобы он работал. Без розетки не работает, зараза. Работает. И пробиваю аккуратно на низких оборотах. Видите, буквально там 6-8 нажатий. Почему я не пробиваю все это в однородную массу? По одной простой причине. Персик очень нежная текстура. Здесь нет ни шкурок, ни косточек никаких, ничего. И однородное пюре, когда я его буду протирать через сито, оно у меня просто все уйдет в соус. И ничего не останется для добавления в тесто. А идея знаете в чем? Вы, например, можете взять ананасы консервированные. Да, потому что большая проблема в том, что многие пишут и жалуются, что вы, москвичи, мол, тут зажрались и все такое. Нужны какие-то решения простые, жизненные, где мы будем брать всякие непонятные виды овощей, фруктов, хоботки, муравьев, опять же. Понимаете, пирож жопы совы. Там глаз единорога натянутый на... Вот на это место. Вот я вам предлагаю вариант. Берете консервированные фрукты, любые. Ну, может быть, клубника не самый подходящий момент. Хотя, вы знаете, даже если вы протрете, вот так пробьете слегка клубнику и протрете ее через сито, оставив жмых, то добавив его в тесто, у вас, знаете, будет такое, как будто с маком бисквит. Будет семечки хрустеть. С малиной я так не рекомендую делать, потому что косточки у нее жесткие. В общем, я протираю сюда сок от пробитых персиков. Для того, чтобы наш вот этот сироп был не просто сахарным сиропом со вкусом персика, а чтобы он был еще и с мякотью. А тот жмых, который у нас останется в сите, с ананасами, кстати, очень хорошо получается. У ананасов много вот этой какой-то ткани соединительной, или как бы это правильно назвать, клетчатка или еще что-то. Остается хороший жмых, и я его отправляю в тесто. Главное, чуть-чуть заморочиться. Десерт это все-таки такая штука, которая требует времени и внимания. В общем, протираем так, чтобы осталась вот такая вот густая масса. Понимаете? Если вы перебьете так, что это будет все однородное пюре, вы просто протрете все насквозь. Теперь я добавляю вот это пюре, это у меня относится к жидким ингредиентам. Я сейчас добавляю какое-то количество пюре и сокращаю на это количество и масла, и яйца. Ну, например, масло у нас получается 180, яиц 220. Итого 400. Добавляем сюда пюре. У меня получилось здесь, каждый раз может по-разному получаться, через весы делайте. 93. Ну, вот, да, у меня получилось 197. Фак. Ну, короче, 3 грамма плюс-минус, считайте, что 100. 98. Ядрит, мадрит. Ну-ка, еще 100. Прикидываем, сколько нам нужно не доложить яиц. 50 граммов. И не доложить масло тоже 50 граммов. 160. 73. Окей. Значит, 50 граммов не долили. И здесь от 180 все очень просто, да? От 180 отнимаем 50. Получается 130. Та-рун-та-рун-та-рун-та-рун-та-рун-та-рун-та-рун-та-рун-та-рун. 130. Это замораживайте, намазывайте на хлеб. А яйца просто можете в омлет превратить. Все состоялось, сложилось, и у нас получается, что мы не отошли от базового рецепта и получили вот такой вот бисквит с внедренным в него персиком. Банка, это не знаю, большая, 800 граммов, стоит где-то рублей 200, наверное, у нас в магазине. Но вы знаете, может быть такое, что у вас там дешевле, может быть, чуть дороже. Но один человек это навряд ли съест все, я вас уверяю. Поэтому это даже для ресторанов, знаете, удобно так вот для кондитеров. Значит, мне главное, чтобы сахар у меня растворился. И самое главное, не надо тут ничего взбивать. Венчики я так для размешивания использую. Смотрите, оно, во-первых, начинает пахнуть немного персиком. Видно, что вон там кусочки этого прекрасного фрукта плавают внутри. Сейчас я только разобью кусочки сахара. Теперь мне нужна будет вот такая вот емкость. Это очень удобная штука, тоже в интернете поищите. Я сам искал в интернете, покупал, со съемным дном. Вещица для тартов, для открытых кишей. Очень удобная. Вот, кстати, вот эти масла можно немного смазать. Смазать надо, несмотря на то, что бисквит жирный. Все равно, вы знаете, если вы будете делать в керамической форме, он прилипнет. Прилипнет, потому что очень сладкий и сахар расплавляется. Видимо, каким-то образом там происходит какая-то химическая такая реакция. Ну, края на всякий случай я тоже всегда смазываю. Ничего страшного. Масло тает и немножко впитывается в сам край. В любом случае мы понимаем, что здесь нельзя произносить слово диета. Ни в коем случае, потому что десерты это все-таки такая далеко не диетическая еда. При всем этом, те, кто соблюдает диету, тот не ест десерты, просмотрел, слюну пустил и пошел спать. А тот, кто может себе позволить, прям берите и делайте. В общем, все, что получилось, мы сразу это выливаем вот в эту емкость. Придется выскребать всю ложечкой, хотя нужна силиконовая лопатка правильная, кондитерская, которой делать это гораздо удобнее, чем ложка. Так что можете мне назвать сапожником без сапог. У меня тут кусочек сахара, короче, пальмового этого. Он не тростниковый на самом деле, а пальмовый. Я из Индии такой привожу. Неочищенный. Там кусочки есть какие-то, ну и как бы я забил. Я всегда говорю, ну относитесь к этому нормально. Ну остались кусочки, ну и фиг с ним, ничего страшного не будет. Ну расплавится, не расплавится, ну и будут карамельки, значит, у вас встречаться в бисквите. Вернее, у меня, потому что вы же все правильные кондитеры. Вы так делать не будете, как я. А я неправильный кондитер. Никак не могу пойти на кондитерские курсы. Базу основную знаю, а вот стать профессиональным кондитером, это нужно учиться отдельно. Такая тема очень интересная. Так, теперь я это беру и отправляю в духовку. Там-тара-там. И отправляю вниз, чтобы гриль сильно сверху не жарил. Ждем минут, наверное, 30 точно. Но поглядывайте одним глазком туда, если вдруг увидите, что корочка уже стала совсем темной, может быть, нужно попробовать, может, и пропеклось. Я вот на 30 минут, вот она небольшая, она, я говорю, думаю, за 30 вообще мега круто пропечется. На температуре 185 градусов. Значит, бисквит, он уже немножко дать остыть, но мы торопимся, и иногда можно использовать теплый бисквит для поедания. Например, все сидят уже, ждут, ждут, ждут. Вы его достаете из духовки раз, и готово подавать к столу. Ну, смотрите, можно сделать вот так, как я вам рассказывал, что позволяет эта форма, да? Можно сделать вот так. Дно убираем. Смотрите, что произошло. Сахарные шарики, которые я не размял, растворились, такие дырки образовались. Клево. Клево. Бисквит готов. Я немножко его передержал, в смысле температуру. Я сначала поставил побольше температуру, потом поменьше, потому что у меня духовка такая прыгающая. Поэтому такой получился коричневатый. Вы старайтесь его сделать вот такого цвета, вот как стол. То есть карамельно-золотистого. Если будете, если у вас нормальная духовка, и будете соблюдать 180-30 минут, у вас четко он и поднимется чуть больше, и будет вообще супер круто. И разрезаю его пополам. Опа. Смотрите, какой получился. Видели? А-а-а, аромат. Вау, какой аромат. Значит, что можно сделать? Можно его наломать руками. Если вы ставите прям в большую, в большую плошку, на большую компанию, на стол хотите поставить, можно нарезать кубиками, квадратиками, как удобно. Значит, я буду нарезать квадратиками вот такими. Ну, что-то похоже на кубики, в общем. Раскладываю этот персиковый. Удивительно ароматный, мягкий, рыхлый, вкусный, сочный бисквит. Ну-ка. Я каждый раз сам себе удивляюсь, почему получается так вкусно. Теперь вы помните, то, что сделает наш бисквит более персиковым. Это прохладный соус. Поливайте бисквит, чтобы он стал еще сочнее. Обильно можно туда между бисквитинами. Потому что этот густой, вкусный персиковый соус, он сделает ваш десерт таким сочным и таким притягательным, что все гости, которые к вам придут, они его съедят за доли секунды. Так, теперь у меня здесь есть пломбир. Самый настоящий, обычный, жирный, вкусный, без всяких там вкраплений, добавок. Потому что, на мой взгляд, пломбир для русского человека, для человека, живущего в России уже долгое время. Даже иностранцы влюбляются в пломбир и говорят, это величайшее изобретение. Как же можно было придумать такую вкуснятину? Если у вас тазик большой, ложечкой, шариками выложите туда. Если у вас вот такой брикет, как у меня, тоже, наверное, надо вот какими-то такими крупными. Он начнет подтекать. Знаете, подтекать начнет от теплого пара. Мороженое растекаться. Это, конечно, бомба будет. Представляете, жирный, вкусный сливочный пломбир с персиком. Рекомендую. Это черника сушеная. Но чем-то же мы должны украсить, да? Правда ведь? Можете посыпать жареным кунжутом, будет вкусно. Лучше всего лишь какой-нибудь ягодой. Может быть, изюмчика тут добавите. Самое-то главное мы забыли. Персик. Режем произвольными кусочками. Он весь скользит, конечно. Такая штука удивительная. И добавляем сюда персик, персик. Персиковому десерту обязательно персик. Персик везде, персик должен быть. Вот, и смотрите, там за 200 рублей, плюс сколько-то еще мука, яйца. Тоже ведь стоит и сахар, да? За небольшое количество денег мы получаем вот такой вот офигительный, еще просто бомбический десерт, который может приготовить даже и ребенок. Вообще ничего делать не надо. Просто вот бам-бам-бам-бам. И как только вы его сервировали, не давайте мороженому таять. Сразу же подавайте на стол и ложками-ложками ом-ном-ном-ном-ном-ном. Приятного аппетита! Будьте с нами, кайфуйте, живите в удовольствие и наслаждайтесь летом.